I have ways of blowing things off. Так, детям особенно нелегко, это мы с вами вроде как читали в конце прошлой серии, пошла спать. Причем быстро. Давай. Ладно, сначала я тебя выслушаю. Так, открой дверь-то. Давай поговорим, давай поговорим. Я только поговорю с тобой. Здравствуйте, я Мария, меня прислала Милена. Что с ней? Мы волновались. Она жива, но ее схватили военные. Ее держат на военном складе. Что? Что произошло? Солдаты застали ее за кражи охранных документов. Блин, вот же ж у человека хватило мозгов, а? Бедняжка. Она рассказала мне, чем вы тут занимаетесь? Чем вы тут занимаетесь? Зачем вам эти бумаги? Она пыталась найти способ вывести нас в коалицию. Или... Так, ладно. Как ты с ней говорила? Ты знаешь, как с ней связаться? Я работаю поваром на складе, готов для расквартированных там солдат. Когда я видел, как Милену избили и бросили в камеру, я тайком принесла ей еды. Мне стало ее жаль. Я согласилась передать вам от нее письмо. Спасибо, вы очень рисковали прийти сюда. Мы что-нибудь придумаем. Пожалуйста, скажите, если будет возможность. Так, если вы читаете это, то, наверное, уже знаете, что меня схватили солдаты. Я пыталась украсть накладные на груз, чтобы мы могли заэвакуировать коллекцию. Теперь этот наш шанс окончательно потерян. Мария, эта милая девушка мне помогает приносить еду в камеру и даже согласилась отнести вам письмо. Прошу, не теряйте надежды. Вы должны сохранить, что осталось, и найти способ эвакуировать экспонаты. Судьба нашей миссии теперь в ваших руках. Так, у меня машина уже готова. Все, давай, чешай отсюда. Ты пошла спать? Наверное, давай. Женщина по имени Мария принесла новости о Милене. Ее поймали солдаты и держат на складе до поры до времени. Бог знает, что они собираются с ней делать. Мы должны что-то предпринять. Например, пойти убивать солдат? От этого тебе не будет? Депрессии там, например. Так, голоден, конечно, да-да-да. Новости о Милене выбили меня из колья. Она должна знать, что не одна. Если бы я только мог пойти и спасти ее прямо сейчас, но я так слаб. Слава богу, у нас много. У нее есть надежда. То есть ты так намекаешь, я не пойду, но вот кто-то пойдет и кто-то убьет солдат за меня, а мы вытащим Милену. На самом деле, Милена мне не симпатична, так скажем, с самого начала, потому что мне ее идеология не очень нравится. Так, найдите способ спасти музейную коллекцию. Соберите предметы. Другое. Постройте еще одну печь. Помогите детям в приюте. Спасите Милену. Тут не переведено, кстати. Отлично. Адам из приюта. Так, попросил принести детям что-нибудь, чтобы отлечь их внимание. Так, это тягот. Пойдемте посмотрим, что у нас есть из книг. Спасать нам может больше ничего. А, вторую печку построить. Ну, можем, в принципе. Не думаю, что это нужно. У нас, в принципе, нормальная температура была. Так, деревянный тур. Так не листается. Спасибо, что на кнопке не листается. Это мы сожгли. Память предков, свет и вода, семейный фотоальбом, ожерелье, отцовские часы, церемонии приняты, так, ваза, воинское снаряжение, статуя, череп, хартия Погорена, так. Так, хроники Кассиадора. Хроники, записанные Кассиадором, вышинским монахом, является старейшей, сохранившейся копией от ручной реки Алана. К сожалению, рукопись повреждена, в ней не достает 30 страниц. Вряд ли это цветная книга, да? Так, статуя, знамя, дама с сиренью, сломанный меч, панорама, декрет Канцлера, статьи Конфедерации Погорена, скипетр. Так, рукопись, песни и легенды. Во многих сказках, во многих сказках упоминаются мифические существа, такие как Штриги и Вурдалаки. Это оригинальный рукопис, считается одним из ценнейших памятников сказки. Так, дневник, собрание... Вот, я понял, собрание истории братьев Роско. Знаменитое собрание народных сказок, а соперничество братьев... Я могу утащить, это понятно. Отобранные. Так, манускрипт, архивные... Фотографии Погорена, снимки и цветные слайды. Погорена... Цветные слайды. Начало 20 века, большинство соснятых зданий было разрушено во время войны, поэтому эта коллекция единственная в свидетельстве их существования. А почему эти отобранные, я не пойму так хорошо. Важные, политические. Хорошо, я схожу к детям. Так, ладно, давайте посмотрим, могу ли я построить вторую печь, хватает ли мне для этого. Это, в принципе... Не для этого всего хватает, давайте я сделаю... Я всё дерево потрачу сейчас на это, чёрт. Не обратил на это внимания. Но я вроде как эти дровишки принёс. Так что можно бы и раскошелиться. Сейчас, если мне на вторую печь не хватит, вообще не страшно. Схожу ещё раз в приют. Давайте так. Точно отнесу книжки, если сейчас получится это сделать. Так, и теперь мы можем делать автоматы. Ну, автомат явно не повредит, если уж мы когда-нибудь собираемся идти к военными, всякое такое. Мне бы ещё тогда патрончиков достать, потому что они их тратят на ночных... Ну, на ночной обороне, так скажем. Каждый раз по пять, по шесть патронов уходят, они там стреляют. Хотя у людей есть ножи, теоретически. Я бы тоже стрелял из пистолета, если что. Так. Автомат мы сделали. На этом оружение детальки у нас всё. А, нет, мне ещё хватит на топор. Какая красота. То есть мне нужно ещё просто деревяшек. Опять же, построить печку, это будет нужна деревяшка. Мы можем много чего сделать. Не хватает деталь, не хватает дерева. Что, в принципе, логично. Сколько печка? Четыре дерева, а чуть-чуть и девять этих... Девять, не восемь, блин, это печально. Хорошо, хорошо, хорошо. Давайте тогда пойдём подкинем дровишек и будем завершать день. Дровишки-то у нас есть, я же притащил их много, типа. Там достаточно дров. Завершаем день на тринадцати градусов. Мне это вполне устраивает. Есть склад. Войны схватили Милену и держат на складе. Могли бы попытаться пробраться к ней. На территории хорошо храняется. Идти туда очень опасно. Ну, смотрите. Так-то на самом деле... У нас времени не так много, я понимаю, да? Поэтому... Ну, хорошо, я схожу в приют, во-первых. Во-вторых, приготовить... Украсть. Братьев-то, конечно, украсть. Не обсуждается. Я схожу там полутаю, сейчас заберу ещё дровишки. Тут всё-то у нас есть... Блин, на автомате шесть патронов всего лишь. Это на самом деле печально. Есть пистолет, есть дровашка. Но у нас все виды оружия есть. Дело в другом. Патроны я могу, кстати, там на месте налутать. Но дело не в патронах. Дело в ноже. Скорее всего, мне придётся как-нибудь... Тайненько их там мочить. Пинты. Ага. Так, 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 так. Ну, хорошо, давайте добываем. Я там вроде всё открыл, всё разложил, да? Да. Теперь я могу просто прийти, отдать книжку, набрать кучу ништячков. Ты знаешь, ты как туда добраться? Нет, знаешь... Пацан, ты хотел книжку? На, забирай. Нашли книжки? Да. Принесли мне книжки? Спасибо. Тут есть принцессы, и драконы, и гномы. Гномы такие смешные, правда? Конечно. Десять книг помогут тебе отвлечься. О да, сказочный мир на картинках. Как бы я хотел там жить. Может, туда Адаму будет время, и он почитает мне сказки. Запрос выполнен. Отлично. Ну, деддому помогать, ребят. Слушайте. Одно дело, когда у тебя сосед доходяга замерзает. Его, конечно, жалко. Эй, ребята, идите-ка сюда, у нас появились прекрасные книжки. Вот. Его, конечно, жалко, но там стоит выбор между тобой и им. И, в принципе, логично, что ты выберешь, наверное, свою шкуру. Вот. А с другой стороны, ну, помочь деддому, принести им топливо, принести им книжки. Пусть даже, не так мы, все иные книжки. Но это лучше, чем они просто останутся где-то. Поговори с ним, пожалуйста. С ним поговори. Андрес, вижу, тебя уже лучше. Да, все, благодаря вашей помощи. Скорая снова смогу помогать Адаму, искать припасы. Похоже, ты искренне переживаешь за ребят. Они мне как братья и сестры. Другой семьи у меня нет. Я самый старший, поэтому помогаю, как могу. А с тобой мы поговорим? Нет? Вот. Ваша помощь очень много значит для детей. Я вам от всей души благодарен. Я рад это слышать. Как у них дела? Пока все в порядке, но каждое утро я просыпаюсь со страхом за судьбой этих детей. Кто знает, сколько мы протянем на наших припасах. Но недавно появилась надежда. Да и мне дошли слухи. Какие слухи? Один человек рассказал мне о людях, которые пытаются бежать. Они используют старые шахтерские тоннели, ведущие за пределы города. Вы знаете, где искать этих людей? Честно говоря, звучит не слишком правдоподобно. Говорят, что их укрытие где-то недалеко от центрального вокзала. О-о-о! А вот это неплохо. Это шанс выбраться без грузовика и без коллекции, я понимаю, но все же. Я бы сам не поверил, не могу... Сам проверили, не могу бросить детей. Не беспокойтесь, я проверю за вас. Это просьба или это шанс для меня или... Или... А, погодите, это шанс не для меня, это шанс для них? Я не знаю, сколько времени мне осталось. Вот в чем проблема. Так. Забираем дерево. Растопочку на один день, на два дня дерево. Просто куча. Тут наверху что-то есть. Я поразрубал тут все в прошлый раз. Наверху. Блин, мне сейчас так не хватает какого-нибудь Бориса или что-то такое. Да, тут тоже есть. У которого 20 ячеек, который может вынести на себе просто, зайти вот так вот полдома, загрузить себе в рюкзак. Даже Марко меня устроил бы с 16 ячейками. То есть, ну, мне тут реально дают... Кстати, это очень странно, что самая малая, самая хрупкая деваха, и у нее 11 ячеек. Ладно, я понимаю, там один чувак раненый. Ну, он типа крупный. Он мог бы, наверное, нести больше. Ну, хорошо, допустим, что он после ранения такой. А насчет мужика... Он не выглядит таким старым. Он реально явно может нести столько же, сколько она, если не больше. То есть, очень странно, почему тут так сделано. Ладно. Дети за книгами. Прекрасная картина. Сейчас посмотрим, что нам дали чекнуть. Но мне нужно обсудить с атомом еще кое-что. А нас напали, конечно же. Пять патронов потратили, чтоб тебя... Не шутили, но не смогли нести. К счастью, мы все вооружены. Они украли... В смысле мы все вооружены? Вы потратили пять патронов. Вы отбились. И при этом они украли дерево и розжиг. Ну, блин, елки-палки. Вы дебилоиды. Вы нести ничего не можете. И охранять ничего не можете. Это бесит. А, кто-то за дверью. Конечно же. Очень голодна. Торгаж. Электронных. Сейчас посмотрим. Нет, вот такие моменты реально. Мы узнали новости. Вселяющие надежды. Говорят, некоторым удалось выбраться из города. Мы должны выяснить подробности. Может, мы сможем укурить детей. Да, это именно про детей. Это не про нас. Хорошо. Если это получится. Так, ну-ка. Я для вас все устроил. Если, конечно, вы приготовили бумаги. Под банком остались пустые старые сейфы. У меня есть к ним доступ. Можете перенести коллекцию туда. И она будет в сохранности. В сохранности? У вас почему мы должны вам верить? Кажется, у вас нет выбора. Здесь небезопасно. А город окружен солдатами. Чего, собственно, от меня хотите? Отдать вам эти бумаги? Прямо здесь у всех на виду? Нет. Встретимся на стройке поблизости. Подальше от чужих глаз. И там и проведем обмен. Под покровом ночи. Скажите мне одну вещь. Если мы отдадим вам документы. Люди, которых вы ищете. Что с ними будет? А вам какое дело? Я думал, вас заботит только сохранность коллекции. Эти бумаги моя цена. Вы знаете, где меня искать? Тарас. Я мог бы вам помочь в обмен на одну слугу. Мне нужны материалы. Это не уголовная процесса. Вам они точно ни к чему. Дело в том, что меня оболгали. И я подумал, что сейчас может предоставить возможность заставить этих людей передумать. Встретимся на заброшенной стройке. Подальше от посторонних глаз. Это та стройка, где у нас два бомжата дожили, да? Так, хорошо. Давай поторгуем. Топор у меня еще целый. Что я хочу? Я бы на самом деле... Не так много чего-то тебе и надо, дружище. Я могу, наверное... О, я могу тебе алкоголь скинуть. За это возьму растопочку. За это возьму... Вот это. Вот это. Так пойдет. В смысле, я бы патронов... Ты, блин, торговец вообще никчемный просто. На. На. Сахар. На. А, стой. Отлично, мы договоримся. Что это за сахар еще что-нибудь? Давай за вот это вот мясо тебе заберу. И... Так, так не пойдет. Отлично договоримся, супер. Потому что сахар мне ни к чему, в принципе. Я сейчас не буду варить никакого варева, мне особо-то это... Тут вот в этой... В этой части... Ну, не в этой части, а вот... В этой серии, в этой истории торговаться вообще... Обычно ты приходишь к торговцу. У него там 40 материалов, там 30 дерева. Детали на оружие. Ты ему такой... Два бутылочки выставил, бриллиантика выставил, обчистил его, обнесся. И даже лутаться ходить не надо. Под конец игры ты просто становишься уже таким бароном, который торгует с оружием и убивает всех ненужных. А здесь... Да, договорились, давай. До свидания. Она тут очень устала. Тарас снова приходил, на этот раз с предложением, от которого невозможно отказаться. Так, хорошо, Валя, материалов у нас, к сожалению, нет. У нас с деревом неплохо, хотя нас и обокрали, блин. Так. Давай-ка тогда спать. Он очень хочет со мной поговорить, но я не хочу. Нет, не спать. Нет, спать. Ты пошла спать, а ты, дружище, давай готовить. Печку мы лучше смогем. У нас не хватает деталей. Ну, в принципе, она была бы более экономная. Ну, ладно. А, у меня морковочек-то нету. Черт, а где у меня... У меня где-то были морковки, я помню, что. Ну, хорошо. А и мясо у меня на две порции. Печаль. Ну, кто-то консервочку скушает. Блин, у меня внезапно заканчивается еда, прикиньте. Внезапно заканчивается еда. Да, у меня где-то ее много было. Надо вспомнить, где. Ладно, так. Давай свали, чувак. Ты скушаешь консервочку тоже? Очень голоден. В смысле, легко ранен? Вы потратили патроны? У вас украли дрова, и ты еще и ранен. Этот Тарас настоящий бандит. Наверняка он до войны творил страшные вещи, и теперь даже из трагедии хочет извлечь пользу. Надеюсь, я больше его не увижу. Это ты, дружище. У меня для тебя новости. Так, погоди. Хотя, пожалуй, нужно признать, что на этот раз... Самое большое вариативное действие. Мы можем и помогать сиротам, мы можем и попытаться выручить Милену, мы можем попытаться сохранить... Все эти драгоценности, мы можем попытаться вывести драгоценности. На самом деле, неплохо. Мне понравилось. Так, давай-ка посмотрим сюда. И ты тоже легко. Ой, блин, какие красавцы. Приходили с предложением. Может, правда, хочет нам помочь, но жизнь научила меня не доверять людям вроде него. Так, что нам предлагают? Соберите предметы, разбросанные по Погорину. Принесла вам это необычный комплект книги. Сейчас, пожалуй, люди приносят нам меньше вещей, чем в начале войны. Таким и... В смысле, соберите. Найти способ спасти музейную коллекцию. У меня насчет Тараса тоже есть план, на самом деле. Сейчас я подкину дровишек, мы завершим день, и я вам его озвучу. Итак. План заключается в вот в чем. Новый вокзал. Погодите. Об этом ясно рассказал Адам из приюта. Он попросил помочь эвакуировать детей из зоны боевых действий. Так, это нужно... Так, супермаркет посещено. Стройплощадка. Не опасно. Погоди. Меня Латарас будет наждать. Если мы согласны на его условия, то мы должны принести компрометирующие документы, от которых он хочет избавиться. Взамен он пообещал помочь нам с эвакуацией. Значит, ты... Добывать. И возьмешь ты с собой... Блин, были бы у меня патроны, я бы взял с собой больше патронов. Но возьмешь ты с собой нож. И пойдешь туда. А, погоди. Этот человек не будет красть... Боли... Ты будешь красть предметы? Будешь. Значит, ты их и понесешь. На самом деле... Опа. Ну, принципиальный какой. Я хотел его отправить. Потому что он сидит, кроме того, что ни чертища не делает, так еще и начинает диктовать тут. Добывать. А, так ты еще и актер. Не знаю, как туда добраться. Красавчик. Давайте мы быстренько лутонемся тут сейчас. Пока у нас есть возможность. Ну, не то, чтобы лутонемся. Блин, точно. Тут же сраная решетка. Я забыл про нее. У меня есть... Или я могу сделать... Черт. Как же неприятны такие моменты. Забываешь, а потом... Да. Там что-то явно полезное. Там тоже что-то есть. Ну, ладно. Сейчас посмотрим. Давайте я сюда, в принципе, на сделку пришел. Я рад, что вы передумали. Что здесь происходит? Кто этот человек? Один из идиотов, пытавшихся свидетельствовать против меня. Из-за суда мне грозят большие проблемы. Ясно? Я позабочусь о том, что к концу войны от дела ничего не осталось. Что с ним сделал? Просто задал пару вопросов, но он оказался неразборчивым. Мне нужны были имена этих тупых дружков на тот случай, если ты не принесешь документы. А если я тебе их не отдам, ты мне прикончишь? И не убийцы, эти мрази разрушили мою жизнь своими длинными языками. Я их выслежу с твоей помощью или без нее. Но мы можем помочь друг другу. Документы у тебя? Да. Я рад, что ты передумал. Ты можешь мне не доверять или не одобрять мои методы. Но я держу свое слово. Я помогу тебе с коллекцией. И каким же образом можно поместить вашу коллекцию в подземный сейф? У меня есть доступ в банк Погорена. Встретимся там у заднего входа. Блин, не получится его сейчас убить. Я хотел его убить, но типа он мне скажет код от сейфа и... Мы не можем пойти сейчас, только не без Милены. Ты правда надеешься, что она вернется? Не знаю, но мы будем ждать, сколько сможем. Дело ваше, если что, ты знаешь, где меня найти. Запрос выполнил. На самом деле мне найти документы фиолетового. Так. Бесят. Борис, вот так вот. Есть же путь. Но если он находится за экраном, то он отказывается сюда бежать. Каждый раз приходится отдалять. Там люди, но на этот раз я вроде как с ножом и не своим главным персонажем. Я могу немножечко пошуметь. И мне за это, наверное, даже ничего не будет. Давай я лутану. Ну, то есть есть основной персонаж, которым ты лутаешься, ходишь и всякое такое. Есть персонаж, который тебе не настолько важен. Он пошел к теплу, и оно его приняло. Ого. Вот это поэзия. Они спят там внизу, или они окочурились? Ладно, давайте тут внизу лутанемся. Я про напильник забыл, это, к сожалению. Но тут есть еще и другой лутецкий, поэтому меня это вполне устраивает. Сюда знаешь, когда... Ага. Залазь. Соберем, что есть. Ну, по крайней мере, до чего руки дотянутся. О, материальчики. Кстати, вот 9. То, что мне нужно было на новую печку. Ее и построю. Ну, лутайся, блин. Нажал туда, он подошел, стал. Нормальный такой. Так, наверное, гильзы нафиг. Возьму еще вот этого. Две деревяшки. Если мне сейчас еще попадутся материалы, то я их в стек положу. Старый матрас, какая-то одежда, разбросанные вещи и всякий хлам. Здесь кто-то жил. Жил. Среди вещей валяются какие-то бумаги и чертежи, включая план туннеля метро с пометками от руки. План туннеля? Любопытно. Похоже, эти вещи разбросались в спешке. Кто бы их не оставил, у него явно не было времени на сборы. А вот это сейчас было интересно. Метро, шахты. Блин, у нас вырисовывается довольно много вариантов. И тут закрытая дверь. Ладно, бежать к выходу. Я все равно почти полный залутался. Так, тут сюда нужна отмычка или ломик и ножовка. Ножовка точно нужна. Но у меня пять деталей оружейных. Я не уверен, что я хочу тратить на ножовку. По-моему, у меня есть она. Так, ладно, 26-й день, поехали дальше. Прям аж разрывает. А куда? А как? А что? Спасать Милену? Не спасать? Детям? Не детям? Так, ладно, давайте помогать. Кажется, начинает заболевать. Идет к черту, а не начинает заболевать. Легко ранен, голоден, устал. Иди спать. Так, ты голодна? Спокойно. Спокойно. Иди тогда. Давай, наверное, построим еще одну печку, как нам того желается сделать. Давайте рядышком их поставим. Если б да. Давай разместить. Зараз получил, что хотел. Я пытаюсь не думать, как он использует эти документы. Так или иначе, нам нужно было что-то решать. Теперь появится хоть малый шанс спасти коллекцию. Ребят, а каким образом документы оказываются слегка болен, приходят в себя? Ну, по крайней мере, ранение прошло. Мы расстались с еще одним экспонатом. Я понимаю, что, возможно, это наш единственный шанс спасти все остальное. Но вправе ли мы принимать такие решения? Я не понимаю, почему архивные судейные дела, ну, криминальные, находятся в музее. Ну, то есть, мне кажется, что это нелогично. Наши вещи у меня есть. Там есть ножовочка. Отлично. Если что, друг, если что, мы можем тут отсходить. У меня хавчик заканчивается. Мне нужно еще что-то решать по еде. Я притащил, конечно, всего, многое и всякого. Но если они сдохнут от голода, от этого легче никому не станет. Та не ты, ты лежи. Заапгрейдить у нас ее не получится. Нужен термостат. Нужен еще материал. Термостат я, наверное, могу сделать. Но мне, в принципе, наверное, это сейчас не надо. Я даже не верен, что я хочу растапливать вторую печку. Ну, допустим. Значит. Найти способ спастись из музея. Наш грузовик на ходу. И можно готовиться к эвакуации. Но мы все еще ждем Милену. Мы не можем уехать без нее. Прям не можем, да? Погай, если хоть малейший шанс на то, что она жива, мы будем ждать только столько, сколько получится. То есть мы сейчас не сможем. Спасти Милену. Помогать детям в приюте обновлено. Так. Соберите предметы. Хорошо. Значит. Давайте тогда, наверное... Сейчас я дровишек подкину. Сначала помогаем, наверное, детям. Давай сюда тоже дровишек подкинем. У нас тут вообще курорт сейчас. В смысле... Когда они успели закончиться? А, потому что вы их ночью просрали тогда. Я вспомнил. Так. Из электроники мы можем сделать термостат. Давайте. Но все равно сейчас... Электроника не настолько востребована. Уже 13 град... 16, 17, 18 градусов. Вы офигели. Зачем нам вторая печка? 18, блин, градусов у вас в этой халупе. Зимой, среди вьюг, морозов. Вот это вот... Особняк вот этот вот обогреватель. У вас тут 18 градусов. Без комментариев. Давайте сделаем 5 деревяшек. Я не помню, если в приюте была еда, которую я оставляю там в шкафчике в правом здании или нет. Вот в чем прикол. Ну, будем посмотреть. Все, оно потихонечку идет к развязке. Но только я не уверен, какой. Я, по-моему, сейчас забегаюсь и могу получить, насколько я понимаю, самую худшую концовку, что просто всех приду, всех убьют к черту и все. Потому что, знаешь, за всеми зайцами погонишься, от всех и получишь. Тут сразу дровишка-то, кстати, прогорела. Поехали. Закинем. Ну, у нас теперь потребление дров прямо огромное, к сожалению. Офига себе. Так, завершаем день на 20 градусах. Курортная атмосфера. Вокзал. Немного еды. В этом месте мне рассказывал Адам. Так, нам надо на вокзал и поспрашивать. Раскапывая туннели под городом, может, они смогут нам помочь. Ну, поехали, наверное. Ты пойдешь добывать. Они сейчас скажут, да, мы можем, но нам нужно еще сначала вот это и вот это. С его помощью можно рубить мебель. Или людей. Вот эти описания прикольные. Поехали. Сначала там пощупаем. В приюте у нас еще куча растопки, если мы на следующую ночь сюда пойдем. Но нам и растопка, и еда сейчас нужна. Поэтому, если мы прихватим какого-нибудь хавчика, было бы прям неплохо. Пока, как обычно, собираем все, а потом будем посмотреть. По вагону через вагон пройти нельзя, да? Хорошо, понял. Туда, наверное. Так, взять все. Сюда можем? Можем. Тогда подожди. Подожди, подожди, подожди. Давай тут второй этаж сначала залатаем. Но раз локация туда продолжается. Давайте попробуем закончить тут все, что у нас есть. Если мы сможем это подобрать. Бар. Неплохо. Взять все. О, это была еда? Ну-ка, сейчас. Я не успел посмотреть. Я нажал просто взять все и все. Еда и много. Отлично. Воду... Нет, мы не будем. Мы вот это здесь оставим детали для оружия. Забираем. Дерево. Сахар. Вода. Огонь, земля, все остальные элементы. Меня раздражает такой момент, когда приходится что-то одно маленькое где-то оставить, но оно потом продолжает там фиксироваться, типа как весич. Ладно, мясо у нас есть. Нет овощей, это печально. Но из двух мяс мы можем приготовить еще две порции хапчика. Так, решеточка, я тебя понял. Воду забираем, деревяшку забираем. То, что стакается, пытаемся забрать. Наверное, вместо сахара еще четыре материала возьму. Получается, я туда... Не заберусь без этого. Это печально. И поговорить тут уже не с кем, да? А, внизу, скорее всего, да, внизу. Тьфу ты, что это я туплю. Это же я поверху пробежал. Воду забираем. Вода до десяти стакается, по крайней мере так. Так, мне уже получается одна ножовка сюда нужна, одна туда. Если я, теоретически, туда вернусь когда-то. Потому что тут не получится все залутать. Вот у меня вот эта мания вернуться и залутать все нужное, но... Фух, консерва. Нет, 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 ребята, это надо забрать. Извините, минус электроника, но консерва надо забрать. Это просто покормить кого-то один раз, это уже круто. Тут очень много лута, ребят. Мне прям нравится. Воду забираем. Вот у детали оружие. Офигеть, тут лутецкого. Офигеть, тут лутецкого. Так, вода у нас на максимум. Бинты. Я бы, наверное, взял бы, но мне, пожалуй, не надо сейчас даже. Причем этот миксер есть, но мне тоже уже не надо. Я себе уже все сделал. Все, что... Еще три воды. Но уже воду я не буду парать, потому что десяток воды это достаточно много. Так, таблетки, вода, все, что хочешь, блин. Ты кто вообще? Не стреляй, я из музея, хочу поговорить. Не плевать, откуда ты че хочешь, исчезни. Я всего на минуту. Ты копаешь тоннели, так? Ты хочешь вывести людей из города. Последний раз предупреждаю, хватит за нами шпионить. Я... У меня к тебе предложение, выслушай меня, пожалуйста. Тут не я решаю. А ты можешь отвезти меня к тому, кто решает? Черт, ладно, но я тебя предупредил. Одна глупая выходка и солнце ты больше не увидишь. Ну, хоть не мне идти надо. Ёпа. Нет, мне надо идти. Какой черт? Ты кто это? Я тут еще и лутаться могу. Сэр, кто-то из музея срочно хочет с вами поговорить. Сэр, погодите. Все в порядке, Горан, дальше я сам. Извините за Горана, он немножко увлекся. Расскажите, что вас сюда привело? Я ищу выход. Все его ищут. Не для себя, для детей. Для сирот. В городе они долго не протянут. Дети. Кто же откажется детям в помощи? Думаю, мы могли бы их вывезти, но... Но вы хотите что-нибудь взамен? Верно. Вы живете в музее Погорена, так? Я слышал, там хранится много ценных вещей, но самое ценное... Вы говорите о битве при пьявочном болоте. Боже упаси, как я ее протащу через туннели? А вот манускрипт Сефера Аль Зохара, это настоящее жемчужное музейного собрания. Ну, кто же знал-то? Мало кто знает о существовании манускрипта, а еще меньше людей понимают его суть. Но это, пожалуй, самая ценная древность в Погорне. Он пережил не одну войну, с ним связаны удивительные истории. Если принесете мне манускрипт, я обещаю вывезти детей. Вы прокопали все эти туннели? Мы расширили сеть старых каменоломен. Она проходит, по большей части, Погорна. Куда он должен их вывезти? Надеемся докопаться до пещер на юге города. Там мы окажемся за спиной вражеских войск. Выходом. Бежать к выходу. Тут и выход, кстати. Да, я принесу, во-первых, по двум причинам, по двум причинам. Во-первых, реально спасти детей. Во-вторых, нужно будет... Ну, вот эту вещь, которую мы ему передадим, она точно не будет уничтожена. Она будет продана в какую-то частную коллекцию, в государственную коллекцию другой страны. Не важно. Она не будет уничтожена. Сходить на вокзал, раз узнать, вдруг это поможет бедняжкам из приюта. Так я уже сходил, ты чё? Ой, блин. Ты, конечно, совсем это... Так, пошла спать. А ты пошёл готовить. Чё у нас? Не хватает четыре. Это печально. Хорошо, готовим две порции. Тропа. Ну, из дров. Давай все четырнадцать ломаем, к чёрту. Дерево ещё, если что, я смогу раздобыть. Так, ты у нас очень голоден. А чё валяемся? Где у детей появился шанс? Да, всё правильно, появился. Сейчас все похавают. Это даст мне ещё два дня. Я как раз вот и еды им привёз. У меня останется одна консерва. Это печально. Но я думаю, мы что-то придумаем. К тому же, даже когда очень голоден, они всё ещё могут прожить пару дней. Я помню, кто-то когда-то писал, ещё когда я в первый раз снимал, они говорят, что не надо их держать голодными. Их можно держать и очень голодными. С этим всё нормально. Вот. То есть положение голоден, оно ни на что не вляет. Положение очень голоден, по-моему, даже ни на что не вляет. Потом вот истощён. Я как-то... У меня, по-моему, был один раз, когда у меня персонаж умер от голода. Один, по-моему, такой раз был. Но это такое. Были эксперименты, так скажем. А вот, кстати, я даже не помню, это попало на запись или нет. Возможно, даже нет. Возможно. Кто мог бы быть за дверью, а? Если это сейчас военный, это, блин, просто будет трындец. Ладно, это не военный. Пошёл, чувак, беги. Поторговаться бы. Я бы мог бы сейчас, кстати, продать что-нибудь. У меня патронов практически не осталось. И стрелковое оружие можно было бы продать. Так, приготовь мне две порции. Свои лучшие похлёбки. Давай, давай, чеши. Открой. Давайте заключим сделку. Какую, например? Ну-ка. Опять вы. Я пришёл сказать, что для вас уже всё готово. Когда соберётесь, можно перенести вещи в безопасное место. Мы всё ещё ждём возвращения Милены. Наивно верить, что она до сих пор жива, а у вас осталось мало времени. Ходят слухи, что войска перегруппироваются, готовятся к очередному удару. Спасибо за информацию, у нас есть обязательства. Дело ваше, я просто думал, что вам стоит знать. Так, это знак. Это знак, ребят, что нам пора делать ноги. Так, это я возьму. Очень щедро с моей стороны. Я знаю. Я знаю, что это очень щедро. Вот, мне морковочка нужна, мне нужно мясо, мне нужна консервочка. За это я тебе отдам один нож. А что если я тебе дробашу дам? Это очень щедро с моей стороны. Отлично. Тогда нож я... Так, не пойдет давай больше. Фига себе, нож дорогая штука. Так, с сахаром добьем. Отлично договоримся. Супер. Тогда с одного мяса и с одной морковки мы сможем еще два блюда приготовить, плюс еще одна консерва. Это, в принципе, норм. Если бы ты ножовочку принес, чувак, было бы прям хорошо. Погоди, знаешь что? Да. Ну ладно. Уговорил. А вот так, если... О! О! Прям вот идеальненько. Договорились. До свидания. Все из города опасно, я пытаюсь попытать прийти снова. Жалко, что я уже начал готовить, да? Так. Давайте есть. А я, наверное, сначала разберусь с детьми. Наверное, это раньше нужно было все делать, но кто же очень голодна. Съешь консерву. Потому что для готовки нам нужно будет опять топливо, то-то, сё-то. Все, все поели. Растапливаем. И завершаем день. Все. На 17 градусах. На 17 градусах. Крадем вот эту фигню. Добывать. Вокзал. Приготовиться. Да, украсть. Взять с собой ножовку. Взять с собой... Нет, топор не надо. Ломик. А вдруг там что-то придется еще ломать. Там куча всего. А ножовочка мне понадобится. Интересно, с какой стороны я сейчас приду. Ну ладно. Это не суть, как говорится, с этой. Отлично. Тогда я заберу сверху эту траву. Не то, чтобы я ее хочу забрать куда-то. Просто, чтобы она там не торчала. Пойду ножовочкой вскрою вон ту фигню. Посмотрю, что там внутри. Заберу оттуда самое ценное. Дерево мне почти не осталось. Или вообще... Да, вообще не осталось. Я все дерево потратил. Ну, в принципе, ладно. Так, взять все. Валим дальше. А это, получается, одну ночь отдать документы. Еще одну ночь сходить в приют. Потому что военные собираются перегруппироваться. Мне кажется, что это как раз уже эндшпиль. То есть, как только они перегруппируются, нам настанет задница галактических масштабов. То есть, если к тому времени мы не выберемся из города и не попытаемся сбежать, и не попытаемся вывезти, то нас тут просто всех грохнут к черту и спалят в музей. А они без Милены никуда не поедут. То есть, это нужно идти спасать Милену. Твою замыку. И при этом я трачу сейчас свое время на то, чтобы спасти сирот. Ну, в принципе, да, наверное. Посмотрим, зря это было или нет. Еда неплохо. Еда это всегда неплохо. Тут прям и овощи, и консервочка. Сломанный дробаш. Здравствуйте. Я смогу его починить. У меня хватит оружейных деталей. Куча дерева. Знаете что? Вместо сигареты, вместо травы, вместо лекарства, вместо воды, даже, наверное, нагребаемся деревом. Я сейчас еще отдам вот эту штуку. Так, там еще вода была внизу, я помню. Но воды мне сейчас вроде не надо. Столько, по крайней мере. Забираем. Ладно, пойдемте. Я, кстати, только в одну сторону сходил. Тут же есть еще и другая сторона. Куда я не ходил. А там может быть еще что-то. Сейчас давайте пощупаем. Сигареты. А как туда попасть? Никак, видимо. По туннелям ходят люди, а значит есть надежда. Но вынести их с ним таким путем не получится. Проход слишком узкий. В лучшем случае мы сможем выкуривать детей из приюта. Только вот у людей из туннеля есть одно условие. Они хотят, да-да-да. Они хотят, мы им сейчас это отдадим. Мне лично пофиг. Итак, принесите мне манускрипт, я вам помогу. Да. Великолепно. Так. Innocent Children. Получена белочка. Великолепно. Вы выполнили свою часть сделки. Я сдержу свое обещание. Я пошлю к вам одного из своих людей, когда у нас все будет готово. Мы уйдем ночью. Готовьте детей. А как я их буду готовить, извините? На медленном огне, на сковородке, в кастрюле. Вместе планирования, недели работы под землей. И вы хотите просто присоединиться, когда мы закончим? Я прошу не для себя. И я много готов за это отдать. Ну, как-то да. Не нужно будет с малыми разговаривать. Ну, как бы идти туда, сказать им, чтобы они эвакуировались. Ладно, валим домой. Дробаш я оставлю. Потому что его можно хорошенько потом загнать. Ну, блин, опять же, торговцы в этой серии не очень... Ну, не в этой серии, опять же, в этом приключении не очень хорошие. Но, опять же, дробаш и любое оружие, даже нож, это хорошая валюта для обмена. Поэтому я не считаю это чем-то плохим. Так. На нас напали? Нет? Там три ножа у вас дома есть. Вы можете отбиваться. Очень много классных вещей. На нас не нападали. А ты пошла спать? Я нашла выход для детей. Если, конечно, люди в тоннелях сдержат свои обещания. Но мне пришлось дорого заплатить. Рубин ушел, не оставив даже записки. Я спасла его жизнь, но ранила его лучшие чувства. Он больше не мог меня видеть. К черту, меньше кормить надо. Он вообще бесполезный был. Он ушел, потому что он... Пошло ночью, а не унесла очередной экспонат. Надеюсь, после войны кто-то сможет отследить вещи, которые нам не удалось защитить. И вернет их в законное место. Я хочу, чтобы дети были подальше от этого ада. Но я не думаю, что вправе принимать такое решение. Ты вообще сомневайся побольше. Трезвенек, блин. Бесишь. Что мне сейчас для детей нужно делать? Так, Рубин ушел. Но он, в принципе, был просто бесполезной тушей. Так что... Сказал бы спасибо, что жив остался. Так. Спастись из музея. Спасите Милену. Соберите предметы. Это нужно... Так, хорошо. Никий способ... Коллекцию. Обновлено, обновлено. Отдали людям из тоннеля. Они пообещали помочь Адаму и сиротам, когда те будут готовы уйти из города. А мы таким образом потеряли один из ценнейших экспонатов. Переживший в прошлом немало войн трудных времен. Возможно, теперь он утрачен навсегда. Меня вот что больше интересует. Мне сейчас нужно идти в детдом или нет? Завершаем день на 14 градусах. Оно все немножко прогорело, но мне пофиг. Так, на складе Милена, на заправке. Так, наше убежище. Приют. Давайте я схожу в приют по-любому, потому что там еще очень много лута, там много дерева, которое мне понадобится сейчас в любом случае. Во-первых. Во-вторых, узнать можно ли там что-то. А потом, если мы все еще останемся живы, то я схожу за Миленой, посмотрю, как там у нее что. Так, я автомат забыл сделать. Ну и в принципе, ладно. Сколько у нас воды? Воды у нас много. Топлива у нас практически не осталось или не осталось? Не осталось. Отлично. Значит, топливо, материалы, дерево, ну много чего. Поехали в приют. Много запчастей, немного, 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 много. Поехали. Добывать. Я просто хочу убедиться, что эта сюжетная арка завершена, потому что я очень много сделал для завершения. В смысле, точно не знаю, как тут. Давай уже шевели копытами. А, все, они со мной даже теперь говорить не хотят. Красиво. Я тут забочусь о них, я тут переживаю. Ну, могли бы сказать, типа, мы уходим, спасибо, что помогла. Или там, я не знаю, кто это для нас сделал, нас хотят вывезти из гор. Ну, что-нибудь такое, ну, было бы неплохо. Ребят, вы же, вы кучу всего для этого квеста сделали, я бы хотел бы получить какой-то фидбэк, наверное. Печаль. Печаль. И у меня начинает появляться подозрение, что, возможно, следующая серия будет концом этой истории в том или ином виде. Потому что, или, я уже просто очень много времени тяну. Или солдаты перегруппируются, вернутся, сожгут музей к чертям и всех поубивают. Вот, или же мы все-таки, я пойду, командос, перережу половину военной базы, спасу Милена и мы все-таки как-то уедем. Или же мы можем пойти к банку, кстати. О-о-о, кто проживает на дне океана. Так, тут прям много всего, прям много. Вот, вот, эту деревяшку, наверное, выложим, возьмем мясо с собой. Тут прям очень много. Сюда вот прям еще раз можно прийти. И тут хорошие, полезные вещи. Ну, ладно, растопку мы взяли, чуть-чуть дерева мы взяли. Дерево можно было бы, кстати, побольше, наверное. Давай еще два возьму. Выйти. Все, бежим к выходу. Я с ними поговорил. Моя совесть чиста. Все, до свидания. То, что актеришка ушел, ну, блин, ладно, ребят. Такое. Честно, меня это не огорчает. А че такая загрузка длинная? Погодите. Че-то не то? Или все нормально? Вот бы каждую ночь так. Да, неплохо, на самом деле. Затарились. Че это такое? Дорогая Аня, я предупреждал тебя, что в тот день, когда ты отдашь манускрипт, я уйду навсегда. Я не шутил. Я не могу жить, зная, что я это допустил. Я пишу это письмо, чтобы ты знал, что я понимаю твое решение, хоть и категорически с ним не согласен. Ты много рисковала, чтобы спасти меня. Неудивительно, что ты делаешь то же самое для других. Я всегда буду тебе благодарен и надеюсь, что тебе удастся спасти детей. Жертва, которую ты принесла, будет не напрасной. Рубен, иди к черту. Записку, вон, блин, бросил на полу. Так. Хорошо. Тогда я предлагаю на этом заканчивать серию, потому что у нас уже время подбирается. Начнем в следующий раз с этого 29 дня. Опять же, у меня очень сильное ощущение, что это будет последняя серия. Но я не уверен, я не буду ничего обещать. Я просто делюсь своими впечатлениями. Пока что. На этом все. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем покеда. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok